Здравствуйте! Я Анастасия Емцова, а это информбюро программы «Чистых новостей». И вот какими событиями запомнится сегодняшний день. Новые светофоры на перекрестке улиц Пирогова и Тухаческа установили совсем недавно, чтобы движение на этих городских дорогах стало еще более безопасным. Но на деле получилось все совсем наоборот. И теперь переход улицы для пешеходов похож на русскую рулетку. Алия Писая с подробностями. Настоящая сенсация произошла в селе Новоблагодарном предгорного района. Там был найден скелет рыбы эпохи динозавров. Кто его нашел и как он сохранился до сегодняшнего дня, знает Юлия Баженова. В сегодняшней программе мы продолжим серию сюжетов про экстремальные виды спорта. И на очереди квадроциклы. Подробнее Анна Кривецкая. Прогремяет ли завтра грузы, узнаете в конце программы. Жители юго-западного района бьют тревогу. Дело в том, что перейти перекресток улиц Пирогова и Тухачевского без риска для жизни, благодаря в кавычках новому расположению светофоров, пешеходы не могут. В ситуации разбирался Олег Исаев. Не все лучше, что лучше. Так можно охарактеризовать нововведение на одном из самых оживленных перекрестков краевого центра. Здесь и детская поликлиника, и рынок, и бизнес-центр. Потоки транспорта действительно колоссальные. Видимо, желая разгрузить этот участок дороги, светофоры установили так, что теперь реальной опасности подвергаются пешеходы. Куда, рассказывают жильцы, близлежащих домов только не обращались, обивали пороги чиновников всех уровней, а толку нет. Во втором квартале 2013 года мне Голоскоков обещал, что специалистами в области обеспечения безопасности дорожного движения принято решение во втором квартале текущего года дооборудовать светофорный объект дублирующими секциями светофоров Т1 во всех направлениях. Возможно, это решение действительно исправит ситуацию, но ведь, говорят, обещанного три года ждут. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны. По правилам дорожного движения водители обязаны остановиться перед пешеходным переходом и пропустить переходящих дорогу людей. На деле же оказывается, что не все водители знакомы с этим пунктом правил. Только за время нашей съемки мы стали свидетелями нескольких таких моментов. Нерадивые водители буквально наезжают на пятки пешеходам. Понимаете, вот я вчера еще была 13 минут или что-то вот этих, я пробегала, уже вот здесь тронулись, я боялась, что мне пятки отдавят. В свою очередь сотрудники ТПС никаких проблем на этом перекрестке не видят. Объясняют все дело в культуре участников дорожного движения, точнее, в ее отсутствии. И в незнании элементарных правил дорожного движения. В правилах дорожного движения четко написано, что когда водители завершают маневр на перекрестке, но там остаются, например, пешеходы или появляются пешеходы на проезжей части, они должны им уступить дорогу. Все, что вопрос в том, что как люди там дискутируют на эту тему, нас там не пропускают, но это уже культура вождения. Культура вождения как водителей, так же культура вождения переходов пешеходов. Если мы можем понаблюдать, очень много двигается и на красный сценарь светофора. Ну, как бы тут, как бы, как такой проблемы в настоящий момент не существует. А что касается светофоров, сегодня на пресс-конференции министра транспорта края Александра Павлова прозвучало. Работа по упорядочению дорожного движения в краевой столице активно ведется, но, к сожалению, не все вопросы получается решать оперативно. Не знаю, я проверю за вот этот на Духачевского. Тем временем в Ставрополе буквально на днях женщина попала в больницу, после того, как на пешеходном переходе ее сбила иномарка. По статистике, наезды на пешеходов составляют почти половину всех дорожно-транспортных происшествий. Алик Исаев, Александр Колодко, Информбюро. А теперь сенсация. Скелет рыбы эпохи динозавров был найден в селе Новоблагодарном Ставропольского края. Останком 65 миллионов лет. Скоро уникальную находку сможет увидеть каждый ставрополец. А пока одна из первых познакомилась с ней Юлия Баженова. Роман практически за мгновение стал популярным. О нем говорил весь интернет. Все уже знают, что простому экскаваторщику из села Новоблагодарного посчастливилось стать первооткрывателем. Мужчина вспоминает, в одно утро делал выемку грунта. И вдруг увидел какой-то рисунок на пласте. Один камень показался мне подозрительным. Я вылез из экскаватора, стал посмотреть. Там отпечаток необычный был, не как все. Позвал ребят, посмотрели мы, там похоже на рыбу. Стали отковыривать дальше. Ну, скелет рыбы, очистили еще. О необычной находке тут же узнали в музее. Туда Роман сообщил о таком сокровище незамедлительно. На место практически сразу выехала экспедиция. Они осмотрели находку и сразу поняли, что она уникальна. Потому что данной находке не менее 65 миллионов лет. То есть вот такая глубокая древность. Этот вывод был сделан благодаря пластам известняка. То есть эта рыба знала, в общем-то, еще динозавров. Была их современница. Длина скелета полтора метра. А при жизни, рассказывает Татьяна, рыба достигала метра восьмидесяти. Плавники сантиметров сорок. Но самое интересное – это чешуйки. Вот данные чешуйки размером с пятирублевую монету. Это то, что было сразу же замечено экскаваторщиком Хвостиковым, Романом Петровичем. Он на них сразу же обратил внимание. Вот они. Сами чешуйки, конечно же, не остались. Но отпечатки в известняке, в глине остались очень хорошо запечатлены. Название рыбы сейчас уже сложно установить, говорит Татьяна. Но то, что это костистая рыба, палеонтологи поняли сразу. Она обитала в Миловом море. Когда-то оно было на месте Ставропольского края. Об этом свидетельствуют многометровые пласты известняка. Кстати, благодаря им скелет сохранился до сегодняшнего дня. Кстати говоря, по слоям известняка можно судить о судьбе этого моря. Они как горизонтальные слои пирога, как будто бы наслоены между собою. И это говорит о том, что море отступало, а потом через некоторое время опять набирало былую мощь. И таким образом вот эти вот слои известняка накладывались друг на друга. Для того, чтобы находка стала полноправным экспонатом, ее надо сперва извлечь из пласта известняка. Работают молотком, рассказывает Татьяна. Поэтому требуется особая внимательность. Затем все косточки склеют. А уж потом можно показать находку и посетителя. Но произойдет открытие экспоната не раньше осени этого года. Юлия Баженова, Николай Попов, Информбюро. Полугодие закончилось. Можно подводить итоги. 2013-й на Ставрополе объявлен годом семьи и благополучия детей. Все события в крае, приуроченные к этому поводу, отражают известные 12 социальных указов президента. Это и благотворительные концерты, и творческие конкурсы, и просто городские детские праздники. Не забыли и о хлебе на сущном разработанной. Выплачивается больше десятка пособий для молодых и многодетных семей. И по окончанию года семьи эти выплаты не прекратятся. Поручение совместно с Министерством финансов Ставропольского края проработать этот вопрос, дать заключение. Я думаю, что Ирина Викторовна замминистра финансов Ставропольского края найдут средства на это благое, хорошее мероприятие. Поскольку многодетные семьи у нас, ну не то что редкость, они у нас увеличиваются. Но мне кажется, чем больше у нас их будет, тем лучше, тем устойчивее будет наша демографическая ситуация. Спасибо, Елена Викторовна. Идем дальше. Девочка из детского лагеря оболгала полицейского. Напомню, накануне в лагере юность подросток заявила, что сотрудник ППС приковал ее наручниками. Сейчас стало известно, что все это неправда. А вот что заставило девочку обмануть взрослых, узнаете прямо сейчас. У нас в эфире следствие по делу с Анастасией Самойловой. Заковать ребенка в наручники. Что это? Это воспитательная терапия или фантазии подростка. Что на самом деле произошло в лагере в Андроповском районе и какое продолжение получила история. Это следствие по делу. Мы расскажем о самых громких уголовных делах на Ставрополье. История, которая буквально на днях облетела весь интернет. В летнем лагере хутора Верхний Калаус, ЧП. Полицейский, якобы из-за нелестных высказываний девочки-подростка в свой адрес, решил ее проучить. И надел на нее наручники. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Но история получила продолжение. В одной из версий девочка-подросток была влюблена в мужчину в погонах. Но, получив резкое «нет», решила отомстить. Она просто расторапала себе руки расческой и заявила, что ее приковали наручниками. Как все происходило на самом деле, выясняет следствие. Мы будем следить за этой историей. Фактически работали за еду. В Георгиевском районе один предприниматель решил организовать свой бизнес. Но сэкономить на рабочей силе. Люди должны были убирать мусор и работать на ферме. Для того, чтобы тебя приняли на работу, никакого резюме не требовалось. Большинство из трудяк были людьми без определенного места жительства. Подозреваемый знакомился с ними на улице и обещал золотые горы. Вместо этого он их закрывал в сарае. Любое неповиновение каралось побоями. А за попытки сбежать ушлый предприниматель сажал бомжей в металлический контейнер. Этим делом сейчас занимаются в Следственном комитете. На момент проведения оперативных мероприятий в рабстве находились 13 человек, которых мужчина незаконно удерживал в нежилых помещениях механической мастерской. С их слов они жили в сарае. За малейшую провинность хозяина и его помощник их жестоко избивали. И несколько официальных новостей. Новые назначения в СКР России по Ставропольскому краю. Назначен руководитель следственного отдела по городу Пятигорску Марат Вогузов. Руководителем Шпаковского межрайонного следственного отдела стал имен Паладов. Возглавил невиномысский межрайонный следственный отдел Игорь Парфейников. Доставка на дом, вернее в тюрьму. Инспектор-кинолог решил, так сказать, подсласти жизнь заключенных и привезти им наркотики. Зайти на территорию исправительного учреждения он мог без проблем, весь план был продуман. Однако воплотить его в реальность так и не удалось. Его задержали на подъезде к исправительной колонии. В ходе личного досмотра автомашины обвиняемого были изъяты наркотические средства, это курительная смесь, в особо крупном размере. То есть по данному факту как раз было возбуждено уголовное дело, предъявлено обвинение. Повар, кондитер или бармен. Любая профессия практически за копейки. В Весентуках перед судом предстанет бывший председатель аттестационной комиссии. Расценки за нужную профессию варьировались. Ложные свидетельства подозреваемый вручал на протяжении года. Обвиняемо получала от девушек денежные средства от 4 до 10 тысяч рублей за выдачу им свидетельства о прохождении профессионального обучения в училище по специальностям повар, кондитер и бармен. При этом злоумышленница указывала в свидетельствах ложные сведения об окончании девушками необходимых курсов без фактического прохождения им обучения. Самые громкие криминальные события на Ставрополье не останутся в тени. Расскажем обо всем. Следствие по делу не пропустите. Следующий выпуск. Субтитры подогнал «Симон» Сегодня наконец разошлись тучи и сразу как-то веселее на душе. Что хорошего сегодня произошло у вас? Может быть начался отпуск или далее долгожданную премию? Съемочная группа вышла на улицы Краевого центра, чтобы спросить у прохожих, что их заставило сегодня улыбнуться. Смотрим нашу постоянную рубрику «Вопрос дня». Перешли на второй курс. Работу. Погода как бы, я думаю, до этого очень плохая была погода, дожди, а сейчас солнышко это радует. Практики не было. Правда не завтракал, сейчас иду обедать. Сын ходил на соревнования. Сегодняшнее утро, но мы вообще-то сегодня уезжаем отдыхать с ребеночком, и поэтому с утра мы встали, у нас уже чемоданное настроение, погода хорошая. Куда мы едем, тоже погода хорошая. В общем-то, день начался хорошо. Встали, проснулись живы. Черт возьми, это круто. А мы продолжаем серию сюжетов про экстремальные виды спорта и на очереди квадроциклы. В чем особенность этой экстремальной езды в специальном репортаже Анны Кривецкой. В принципе, экстремальных видов спорта сейчас предостаточно, и в последнее время все больше и больше набирает популярность опасная езда на квадроциклах. И на Ставрополье тоже есть то, что заинтересует любителей активного отдыха, экстремалов и ценителей острых ощущений. Квадроциклы – это не просто мини-варианты внедорожников. Они очень мощные, но при этом легкие, поэтому могут развивать большую скорость и проезжать там, где обычная машина, скорее всего, застрянет. Кроме этого, четыре колеса придают мотовездеходу большую устойчивость и стабильность на низких скоростях, чем не сможет похвастаться ни один мотоцикл. Немного истории. Изначально первые мотовездеходы были разработаны для американских фермеров, чтобы им было удобнее работать на своем участке и передвигаться по местности. Фермеры быстро оценили удобство нового изобретения, и квадроцикл стал отличной альтернативой неповоротливому трактору. Позднее их оценили обычные люди, и эти машины постепенно превратились в лидеров среди внедорожников, завоевав огромную популярность. Кстати, вскоре на Ставрополье пройдет настоящее квадро-шоу. Впервые в крае стартуют открытые соревнования по квадрокроссу на Кубок СКФО. На новом экстремальном стадионе в поселке Солнечном уже вовсю идут тренировки спортсменов. Для проведения квадрокросса подготовили единственную в крае специальную трассу. На тренировке Арман рассказал, как узнал о соревнованиях, сразу решил участвовать. От такого экстремального вождения, признался водитель, получает адреналин. Отметил, что на этой трассе точно будет на что посмотреть. Трасса отличная, очень хорошо сделали. Вот я видел пожарные шланги, ее зальют, я надеюсь. И тут будет вообще... Так как мы сейчас ездим быстро, тут так не проедешь. Тут будет резо-юй-юй. Эдуард, организатор первых открытых соревнований по квадрокроссу, рассказал, что вот-вот здесь появится хороший стадион для проведения экстремальных видов спорта. Уже делают трибуны, вскоре установят и комментаторскую будку. Жюри профессионалы из Мотоциклетной Федерации России. Еще есть возможность, отметил Эдуард, подать заявку на участие и побороться за главный приз. Регистрация будет проходить до последнего дня, до 14 июля. Зарегистрироваться можно в мотосалоне «Гараж Мото», подать свою заявочку. При наличии квадроцикла вы можете подать заявку и участвовать в соревновании. Главный приз соревнований – квадроцикл. А увидеть настоящее квадро-шоу можно будет совсем скоро. 14 июля в 11.00 состоятся первые открытые соревнования по квадрокроссу. И, судя по всему, зрелище будет захватывающее. Прокатиться на квадроцикле с ветерком и полюбоваться на местные красоты. Что может быть лучше? Ведь на Ставрополье таких интересных мест очень много. Смотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы любите выезжать с шумной компанией на природу в малодоступную для автомобиля местность? А может вам просто не хватает скорости, при которой закипает адреналин в крови? Тогда вам со ставропольскими квадроциклистами по пути. Лучшие в крае ученическая производственная бригада Ишпаковского района обошла всех конкурентов на традиционном слете. С юными земледельцами, которые уже точно знают, чем займутся после школы, пообщался Алексей Форсиков. Два дня под ярким солнцем Благодарненского района 26 бригадцев всего края соревновались в полях и учебных классах. Строгая жюри проверяла не только умение обращаться с сельхозинструментом, но и теоретические познания юных земледельцев. Было сложно, говорит Аня, капитан команды. В первую очередь потому, что команда сборная. Но все же все успели подружиться и сработаться. В итоге первое место в общем зачете. Ребята все очень хорошие, мы все очень сдружились. У нас, наша команда заняла первое место, у нас четыре первых места и одно второе место. Все ребята, все районы очень сдружились, нам очень понравилось. Надеюсь, что все ребята девятые, десятые классы еще вернутся. Удачи им. А взрослые из управления и образования Шпаковского района такому результату не удивлены. Как сказал начальник управления, в том, что именно его ребята привезут главный трофей, он не сомневался. В районе уделяется много внимания таким бригадам, тем более, что их история насчитывает более полувека. Потому что это востребовано, в нашем районе это востребовано. И дети с удовольствием этим занимаются. И на протяжении многих лет Шпаковский район, вот он достойно выглядит. Вот именно в ученическом слете учебно-производственных бригад. Есть у нас база, есть у нас люди, которые занимаются с детьми. Ну и я считаю, что, вы знаете, мы же все-таки сельский район, все хозяйственный. И мы должны с детьми заниматься вот в этом направлении. Потому что кто будет управлять сельским хозяйством, кто будет работать на полях, кто будет заниматься. Это наши дети. Ребята жалеют об одном. Самый главный приз – трактор. В этом году им не достался. Но они уверены, через год пешком с учебного поля не пойдут. Алексей Фортиков, Александр Колодко, Информбюро. Погода намерена радовать нас и завтра. А вот до какой отметки поднимутся столбики термометра, узнаем прямо сейчас. Впереди прогноз погоды. На юге Испании установилась очень жаркая погода. Днем температура поднимается до плюс 38. А как обстоят дела с погодой в крае, я расскажу вам прямо сейчас. Задумывайтесь о ремонте или уже в процессе? Тогда обязательно приезжайте на улицу Нижняя 4А в новый супермаркет «Ремонт» и «Ремонтир». Ремонтир – это огромный магазин, уютный и комфортный. Здесь можно купить практически все, что нужно для ремонта дома, офиса или дачи. Шпаклевка, клей, керамическая плитка, керамогранит, товары для ванной, ламинат, краска, межкомнатные двери и многое другое. С «Ремонтиром» приобрести все необходимое для ремонта можно в одном месте, экономя свое время и деньги. Ремонтир – Ставрополь, улица Нижняя, 4А. Галерея мебели «Эвелин» представляет вашему вниманию большой выбор корпусной мягкой мебели от разных стран производителей. Мебель Польши – это отличное сочетание цены и качества. Выбрать есть из чего – спальни, гостиные, прихожие и кабинеты. Обратите внимание на эту спальню. Элементы, сделанные из цельного дерева, делают ее достойной и благородной. А волны и тонкие изгибы придают ностальгическое очарование. Спальня «Вилла» – это выгодное сочетание старой и новой классики. Галерея мебели «Эвелин» – качество по хорошей цене. Ставрополь, улица Ленина, 392. Все видеопрограммы вы сможете найти на нашем сайте stv24.tv. Заходите, комментируйте, делитесь нашими материалами в соцсетях. Ну а телефон редакции в Ставрополе 351345. Звоните, мы обязательно откликнемся. А у меня на этом все. С вами была Анастасия Емцова. До свидания.